И предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше нам будут экспортировать постельных клопов. Я бы стояла с протянутой рукой, благодаря Путину. Мы, да, мы, может быть, вам не нравимся, мы, может быть, уже не та держава, как СССР. СССР – это история. И Нейросеть, будто понимая, что работает для России, ни одной улыбки не добавила на лица этих людей. Люди все терпят и молчат. Мы стоим на грани катастрофы. Они хотят прийти вам всем по шапке надавать. Оказывается, у нас ППСники могут людей просто так брать, швырять и избивать. А меня осудили. Я вообще не выпиваю. А пахнет от кого? От вас. Привіт, друзья. Меня зовут Олена Курбанова. И вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. Сьогодні ми, как и всегда, будемо поднимать вам настрій, тож трошки тиск. И, звісно, віру в нашу найшвидшую перемогу завдяки тому, как мы аналізуемо російську пропаганду, кринжатину, их вкиди и те, как они безумовно палают на всех своих пропагандистских ток-шоу. Но, как и всегда, важно на старте, чтобы вы не забыли оставить нам вподобайку для поддержки этого выпуска и для подширения всей правды, которую мы соберем об этом, насколько россияне ничемны. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, оставшись с нами. Всем доброго времени суток! Вас приветствует Владимир. Я согласен, есть разные заработные платы. Как президент говорил, что директор Евроопта получает 200 тысяч в месяц. Есть и такие. Ну, для людей, вот смотрите сами, уровень заработных плат. И тут еще неизвестны, это до вычета налогов или после вычета налогов. Если это до вычета налогов, отнимайте еще 14%. 13% подоходный и 1% пенсионный. Смотрите, сколько разных вакансий и какие заработные платы. Друзья мои, ну, тема уже нашего отопительного сезона в Забайкале вышла на федеральный уровень. И ведь, ну, не просто так. Мы прекрасно понимаем о том, что мы стоим на грани катастрофы. Ведь до сих пор не принято решение по центральной котельной Петру Забайкальского. И предельно понятно, что полтора котла эту зиму не вывезут. До сих пор нет котла для отопления детей-сирот в Красном Чикое. А уже сегодня, конец октября, последнее число. У нас громадные проблемы в Чернышевске. Но до сих пор по одному котлу работает Забайкальский в Борзе. У нас есть проблемы по Нерчинской пошилке. Да еще по многим населенным пунктам, которые, к сожалению, не решены. И, конечно, я бы очень хотел, когда мы получаем дополнительные доходы и вносим дополнительные расходы в бюджет 23-го года, к сожалению, там нигде не прозвучало вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Но это мое мнение, потому что, конечно, можно и планы сделать по эвакуации населения. Это все готово будет в главном управлении МЧС и правительство подготовить к этим моментам. Но все-таки хотелось бы, чтобы все прошло по-человечески, чтобы люди получали тепло в нужном объеме. И как в прошлом году вся Борзе не замерзала. Ну, как-то вот так. Осиння Журбинка завітала на московский ток-шоу. Что-то они гей зовсім без настрою втратили драйв и оптимизм, віри в то, что будет светлее, майбутнє в Российской Федерации и, конечно, в перемогу. Приховывать это уже не может ані некрасивый одежда, ані нікчемный мейк. В них все абсолютно написано на их обличчя. Мир перевернулся в каком смысле? Вы удивляетесь, что вот США всем поставляет, сам занимается, военную силу проецирует везде. А я считаю, что это в принципе право любой великой державы. Это право было и у СССР, оно есть сейчас и у России. Да, должны осуществлять свою и осуществлять собственную безопасность, говорили мы. Только давайте миром, говорили мы в 21-м году. Миром, давайте договоримся. Вы что, вы думаете, мы такие дебилы, что мы не понимаем, почему двигаетесь к нам, двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь. Ну давайте договоримся. Ну вы что, мы, да, мы, может быть, вам не нравимся, мы, может быть, уже не та держава, как СССР. Ну у нас есть и атомное оружие, и другое оружие, чтобы обеспечить собственную безопасность. Нам не просто, нам не просто не ответили, нам в оскорбительной манере эти все шавки европейские тоже подлаивали тогда. Но право у стран обеспечивать свою безопасность есть. И у нас, у России его тоже никто не отнимал. И у США мы не собираемся отнимать. Плохо, что они это делают чужими руками и своими бумажками, которые не обеспечены. Да еще и поднимая заодно свою экономику. Да плохо. Но война всегда грязное дело. И военные действия, и проецирование, и обеспечение собственной безопасности не такое уж чистое дело. Надо признать это. И мы признаем, говорим. А вы почему тогда не признаете за нами право на нашу безопасность? Давайте разговаривать. Очевидно совершенно, что это не толпа украинцев, искала евреев. Это толпа граждан России, проживающих постоянно на территории Республики Дагестан. Дагестан искала евреев. Поэтому у меня вопросы к главе Дагестана Мелико. А как так произошло? Вообще, там есть боевое подразделение, которое охраняет взлетную полосу? Взлетная полоса – это стратегический объект. А если они на, так сказать, толпа захватят, не знаю, так сказать, электростанцию, захватят военную часть? Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Сила вооруженных сил Украины истощается, растет деморализация личного состава. Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. За прошедший месяц наши ПВО отразили почти полторы тысячи воздушных атак, сбили 37 самолетов. Сергей Шойгу напомнил, истребителей F-16 Украине обещано вдвое меньше. Министр отметил, при такой работе наших военных, американских машин, украинским войскам хватит примерно на 20 дней. К мирному небу над головой он до конца не привык. Младший сержант Руслан Воронов в прошлом году добровольцем отправился в зону СВО. До этого работал учителем ОБЖ в школе, но, как сам говорит, не смог усидеть в тылу и стал гранатометчиком в танковом полку. Друзья уходили, знал, что точно у страны проблемы, нужно их решать. Как говорил Сергей Бодров, не нужно говорить ничего плохого про своих, даже если они неправы. Воевал Руслан Воронов около двух месяцев. Во время артобстрела получил тяжелую контузию. Его отправили сначала на лечение, а после освободили от службы по состоянию здоровья. И после реабилитации остров стал вопрос, что делать дальше. Много думал, искал в интернете ответы, но благодаря одной из статей, так сказать, в интернете решил отправиться в центр занятости. Пришел туда, так сказать, коллектив дружный, помогли мне с тем, как оформление всех бумаг, какие документы нужны, куда дальше идти, сколько ждать. В итоге Руслан снова стал учителем, только теперь английского языка. Ему предложили вакансию в 32-й школе Иркутска, так как по образованию он преподаватель иностранных языков. Чего верно говорить про то, что дед совсем сошел с глуздом. До речи, через санкции в Российской Федерации уже давно начались проблемы с медикаментами и пигулками. Чи то он их забыл, выпил, или просто в него уже остаточно сносить дах, но от такого удивились даже мы. Повторю, подчеркну, надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. Да, прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике, ударяя по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда, вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов. Но вот что нас действительно беспокоит, в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Все это происходит при устойчиво низкой безработице, а сейчас она около 3%. Увеличиваются и заработные платы в экономике. За 8 месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции. У меня пенсия очень маленькая, не хватает ни на что. Мне 15 тысяч. 15 тысяч. Если бы дочка не помогала, у нее и самые трое детей, я бы стояла с протянутой рукой, благодаря Путину. Спасибо ему, да, хорошее, большое. Армию все раз тащили, детей забирают на войну, родители покупают им всю одежду. Мать его собрала на войну за свои деньги, а потом ей пришла похоронка. И опять она за свои деньги должна, и еще вот это вот в голове как, не укладывается. Для этого мы жили, что ли, работали всю жизнь. Разграбили всю страну. Вот здесь вот сейчас господин Гладков высказался, на нее волосы дыбом встают. Какое, к чему, матери наследство? Чем вы недовольны-то? Вам досталась лучшая в мире страна с самой передовой наукой, самой лучшей системой образования здравоохранения, самым грамотным читающим населением, победившая кучу войн и кучу научных прорывов осуществившая. Вы что с этим наследством-то сделали? Ну, какая главная ваша задача? Вы же разбазарили все. Вы раздали своим друзьям-олигархам каждое предприятие. Ну, возьмите любого. Ну, давайте Дерипаска, Русал. Это что, он что ли построил? Нет, это советские граждане построили под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Оно кому сейчас досталось? Другу президента. Господин Потанин, 30 миллиардов долларов. Его компания нефтеперерабатывающая. Она что, им что ли создана? Нет. Это украдено у народа вашей партии. Это самое настоящее ОПГ. Вы, скажите, пожалуйста, вы тут что-то решаете? Что вы нарешали-то в итоге? У вас каждый четвертый ребенок в России за чертой бедности живет. Голодают люди. У вас 50% населения на доходы ниже 15 тысяч живут. Решают они. 70%? Две трети граждан живут на доходы меньше 25 тысяч. Решалы. Когда вы говорите о достижениях, коррупции ваши достижения, прорывы. Что мы одна из самых коррумпированных стран мира. Потери в промышленности больше, чем после окончания Великой Отечественной войны. Вот ваши итоги достижения. О них говорите. Мы первое место в мире по заболеваниям от сердечно-засудистых заболеваний. Что вы этим не хвастаетесь, а? У нас первое место в мире по смертности от туберкулеза. Вы вообще понимаете, что такое туберкулез? Вы отдаете отчет, что в 1991 году его почти победили? Вы сейчас расплатили десятки тысяч человек, заболели заново. Вот ваши итоги. Мы лидирующее место по заболеваниям ВИЧ в мире имеем. Это эпидемия. Почему вы об этом не говорите? Или вы здесь ни при чем? Или это Америка опять виновата у вас, а? Наследство вам хвастало осталось? Бессовестные люди. Вы все растащили и разворовали. И каждый день все свои силы подчиняете, чтобы доворовать то, что осталось. Сибирь спилили, в Китай вывезли. Ядерные отходы из Германии сюда завезли. Вы что об этом не говорите сейчас, а? Вы почему сейчас об этом не говорите? Наследство вам хвастало осталось? У вас сколько коммунистов виноваты будут? Еще 50 лет пройдет, все коммунисты что ли виноваты? Тут был один председатель думы. Господин, забыл как его фамилия. Кузьмин. Он говорил, плохо коммунисты трубы кладут. Через 40 лет начали прорываться. Вы понимаете уровень безумия, который вы здесь сеете? Да люди, когда это слышат, у них глаза кровью наливаются. У них одно желание сразу, чувство справедливости. Они хотят прийти вам всем по шапке надавать. Да, пока они не объединились. Да, пока, наверное, точка кипения не пришла. Но вы семимильными шагами к этому народ ведете. В Питере депутату Вишневскому отключили микрофон прямо во время выступления с трибуны. Сразу после того, как он затронул речь о том, что нужно немедленно конфликт на территории Украины прекратить. Чиновники объяснили свое действие тем, что трибуна парламента это не место для политических дискуссий. Борис Лазаревич, это не трибуна для политических заявлений. Говорите, пожалуйста, по бюджету. Присаживайтесь, пожалуйста. Не нужно использовать трибуну в своих корыстных целях. Если трибуна в парламенте не для политических обсуждений, тогда, наверное, для политической клоунады. Сейчас все вместе помолимся с нашими зрителями. Молитва ко Пресвятой Богородице о воинах на поле бра несущих. Пресвятая Богородица, тепло наша заступница и спасение всем призывающим Тя. Нима моя помощь разве тебе, Владычице. Ты боеси едина надежда и упование наше. Не презрес лес наших и не отри неусердных молений, но спаси от смерти и от бед сохрани воинов наших на поле бра несущих. Укрепи их дух, утверди в заповедях Сына Твоего. Умножи в них веру, просвети ум, дашь мужество во браних, да непорочно исполнивши ратное служение, целые невредимы возвратятся в домы Своя и прославят Пресвятое Имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное заступление. Аминь. Погодьте, що до повномочебного вторгнення ми були надзвичайно далекі, здебільшого від того, аби вивчати і розуміти, а як в принципі живуть росіяни. Ми про них знали щось на кшталт того, що в них існує друга армія світу. Поверхневі знання, що вони нібито схожі до нас, наші сусіди, хтось говорив, родичі і так далі. А коли ми розпочали вивчення, глибинне дослідження, що таке російська глибинка, хто такий середньостатистичний росіянин, що відбувається в їхніх провінціях, то ми зрозуміли, що ми ні до чорта про них не знали. І тепер в соціальній мережі кожен раз, коли підпидають нам якесь відео з Російської Федерації, перше, що мені хочеться сказати, не може бути. Як це може існувати? А потім ти розумієш, що це тенденція, це їхнє буденне життя і їхня ротина. Тож, власне, те, від чого сьогодні навіть в нас відвисли щелепи, переглядаючи їхні соціальні мережі, далі. Він у мене ломає руки, він взяв у мене двадцятку і все равно мене отпускає, говорить, що моя мама, йому ще двадцять тисяч прийшов. Я кажу, що нема у мене, у мене більше. Успокійтесь, пожалуйста. Як ви тут оказались-то? Да я вот вообще шов, вони мене заломали. Я, короче, завів свою дев'ятку, і, короче, він говорить, короче, типу, дашь двадцать двадцать тысяч рублей, короче, буде с'їздити по району свободно. А алкоголем-то почему пахнет от вас? Да вот с ним и выпили, он, б**ну, покеру. С інспектором выпить? Да, он, говорит, поехали, говорит, зб**ки в классик, говорю, я не буду. А що отмечали-то? Думаю, ну що отмечали, день інспектора. День інспектора, да, сьогодні? Да, конечно. Такси було не доехати? Да, вот, я у него і спросил. Он, б**ни радий такси, короче, коли вам спекалки. Слушай, ти че прикалываешься, что уберите свою камеру, а? Че, мы на «ты» переходили? Вы уберите свою камеру, пожалуйста. Конечно, нет. Вы агрессивны, в опьянении. Для вашей воїй безопасности. Слушайте, я вообще не выпиваю. А пахнет от кого? От вас. От меня пахнет? Да, либо от сочинного спектра. Я занимаюсь спортом. Каким? Ну, во-первых, начиная с волейбола, заканчивая, как бы, тыкву-андуло. Такой опасен. Ну, у вас тут доволен в порядку. Слушай, ребят, давайте я пойду домой. Я абсолютно трезвый, и издевайтесь надо мной. Слушай, ну тебе по приколу реально? Да что вы знаете о показухе? В России есть город Красноярск. С убитой экологией, черным небом. И, удивительно, но красивейшим видом на реку Енисей, был там лично, смотрел. Невероятная красота. Красноярск яркий пример того, как Россия уничтожает экологию и природу. Но ближе к новости. Вместо газификации Красноярска, где живет больше миллиона человек, власти предлагают довольствоваться картиной с газопроводом. Это прямо как у Папы Карла. Не было настоящего камина, зато был нарисованный. Да вот только Папа Карла жил один, а в Красноярске, я повторюсь, больше миллиона людей. Обратите внимание и на содержание этого полотна. Нарисовала его нейросеть. Даже не сами люди, не местные жители. И нейросеть, будто понимая, что работает для России, ни одной улыбки не добавила на лица этих людей. Приурочен арт к дню единства, согласия. Этим объясняется наличие разных национальностей. На картине, естественно, у людей напряженные лица. Они понимают, что жить в России небезопасно. Даже нейросеть это осознает, пока население России почему-то считает ее великой страной. Хэллоуин будете праздновать? Не буду праздновать. Причина? Не знаю. Мы в России живем вроде, не в Америке. Что, запретили уже? Нет, не запретили. А, господи. Не знаю, просто русскому человеку это чуже, да, я считаю. Это не выходной день в России у нас. А, если бы это была пятница. Тогда бы, да. Всем привет. Спасибо, что вы мне пишете, хорошие слова. Действительно, это так было, вы чистую правду сказали. При СССР мы жили, а сейчас все совершенно верно. Но кто-то еще этого не понимает. Когда-то это дойдет. С годами это все придет и дойдет. До головы, до бестолковой. Вот, никого не хочу унизить, принизить. Но, действительно, в СССР было лучше. Лечение бесплатное. Дети свободно ходили по улице. Их не воровал никто. Сейчас в некоторых странах детей воруют. Дети не гуляют даже. Только с родителями ходят. А у нас, дай Аллах, еще в Казахстане все прекрасно. Если митингов не будет, вообще прекрасно все будет. Конечно, СССР. СССР это история. От этой истории никуда не денешься. Мы бывшие дети СССР. Из-за этого я об этом всегда говорю. Всем привет, Донецк на связи. Не забудьте о Филиппе 400. Вот, смотрите, Филипп. Уремя 475. Куда идем, непонятно. Правительство АУ. Вы вообще ходите в магазины? Так, ну вот, я добралась до бывшей зоны отдыха в Аргашор. Это наше озеро. Здесь когда-то была, кто помнит, большая зона отдыха. Были грибки для детей с песочницами. Яблоку было негде упасть. Но сегодня я не одна, даже рада. Отдыхает какая-то семья. Ну, просто здесь больше нет у нас водоемов поблизости, кроме как если поехать в город к реке Воркуте, которая тоже очень-очень грязная. Как, думаю, это озеро. Потому что вот туда приезжают машины с той стороны, и они их моют. Вот. Это гидроузел, который раньше охранялся. Он очень старенький, но обеспечивает оставшийся поселок. Никакой охраны, забор сломан, старое оборудование. И два резервуара, которые снабжают поселок водой. Никто не охраняет, к сожалению. Вот такая вот красота. Вот квартал молодежный, который был густо заселен. Здесь много жило людей. Никого. Богатая республика. Убегают люди. Если работа есть, то для проживания на Крайнем Севере, я считаю, у нас даже арктическая зона. Зарплаты мизерные. Особенно у женщин, на которых, в принципе, все держится. Зарплата у многих работодателей просто прожиточный минимум. Вот можете представить. А лето здесь месяц. Остальное, можно сказать, весна и зима. Ну и, к сожалению, закончу вот таким видом. Кто-то устроил тут свалку. Никому ничего не надо. Конечно, очень обидно за север. Слов нет. Но хочется еще раз повторяюсь, что дождаться, когда-нибудь все изменится. Республика очень богатая. А она, если бы, как говорится, самостоятельно распоряжалась своими ресурсами и доходами, это был бы второй Дубай. Но, к сожалению, вот так. Раз в руку. Людей здесь обижают. Поэтому сюда никто не едет. Мэр обещал, что сюда ДНР, ЛНР приедет. Ну, не дураки. Они в 2014 году приехали. И, видать, все друг другу рассказали, что здесь еще хуже, чем у них. Так что вот такие дела. Пришла на почту. Было две почты. Одну закрыли. И у этой постоянно меняется расписание. Я уже отошла от нее, психанула. С 10 утра придется возвращаться. На почту надо. Вот посмотрите, что творится в этом дворе. Вот за что люди платят. Ремонт и содержание жилья. Они ничего внутри квартир не делают. Ничего. Говорит, за свой счет. А мусор вообще не убирается. И награждают. Там друг друга, слышишь, наградили. В День коммунальника друг друга наградили. Здесь у меня подружка жила, моя лучшая. Уехала. В этом доме. Как там деревья разрослись. Вот это вот 21 дом. И вот этот двор. Боже мой. Какие свиньи. Эти коммунальные службы. Люди все терпят и молчат. Ну, сейчас вот начался дождик. Придется мне возвращаться потом на почту. Там у нас дом быта. Бегу домой. Я же говорю, долго рассказывать. Началось все с того, что мой сын, несовершеннолетний, 16 лет, бежал от девочки домой. Ему оставалось добежать два квартала. Ехали ППСники. Остановили его. И вместо того, чтобы довезти домой, было без 10.10 вечера, а у нас закон в 22.00, детям пора домой. И они его забрали и отвезли в ПДН. А он кадет. Заканчивал 11 класс. Шел на хорошие оценки. У него должен был быть хороший аттестат. И для него вот эта помарка была совершенно там не нужна. Он мне позвонил. Уже было 10 часов. И сказал, что его забрали в ПДН. Я приехала туда, естественно. Я их всех там по матушке, по батюшке понесла. Меня просто взяли, менты скрутили. И через весь коридор протянули, как кусок мяса. И все, швыронули на кресло. А у меня астма. Я им кричу, что я задыхаюсь, мне нужно подышать лекарством. В итоге я уже почти задыхаюсь. У меня сын достает баллончик, дает мне подышать. И я же их там матом всех. И в итоге, я им говорю, вы же понимаете, что вы не имели права меня задерживать. Я ничего не сделала. Я не нарушила закон. Я не была задержана с улицы. Я приехала забрать ребенка. И я отказалась подписать документы. Потому что вы совершили действия, которые не должны были совершать. Вы могли просто довезти ребенка. В итоге, я на следующий день еду, снимаю побои от наручников. От того, что меня швыряли на кресло. Что меня тянули за локоть. Сняла побои, написала заявление. Отдала в прокуратуру. Они написали встречное заявление, что я их двух огромных дядек. А если видно, что я маленькая, худенькая и маленькая. Что я их ногами избила. Понимаете? И после всего этого, по моему делу, отказ. Оказывается, у нас ППСники могут людей просто так брать, швырять и избивать. А меня осудили по 318-й, часть 1-я. Понимаете? И я сейчас уголовница. Слава Богу, на поступление сына не повлияло. Он поступил в высшее военное московское училище. Слава Богу, я до сих пор не устану произносить эти слова. Но, да, по 318-й меня осудили. Понимаете? И мне до апреля месяца запрещен выезд из моего района без разрешения УФСИН. Я каждый месяц езжу и отмечаюсь туда. Вместе со всеми уголовниками. Многодетная мать, которая толком не связывалась никогда с ментами. Понимаете? Добрый день. Я Кузнецова Наталья Сергеевна. В очередной раз обращаюсь к крикам помощи пропавшего моего сына Пономареву Даниила Оленговича, военнослужащего 70-го мотострелкового полка. Сначала говорили, что мой сын погиб. Потом я узнала, что мой сын тяжело ранен. Мой сын не выходит на связь полтора месяца. Я его искала по всем госпиталям. Мне везде отвечали, что такого человека нет. Командование полка также не дает никакой информации. Мне все приходится искать, узнавать всю информацию своими силами. Я очень прошу неравнодушных людей помочь мне в поисках моего пропавшего сына Пономареву Даниилу Оленговичу. Если кто-либо что-то знает, какую-то информацию или что-то видел, прошу вас, помогите мне, помогите, прошу вас в поисках моего пропавшего сына Пономареву Даниилу Оленговичу. Здравствуйте. Я ищу супруга Егорова Руслана Сергеевича, которого они вынесли с позиции, которая находится в Вербовое, Запорожье. Звонил командир, говорит, что не смогли эвакуировать, засыпала землей в окопе. А также повступали сведения сослужиться, с телефона отвечали, что подорвался Аномини и все. Больше никаких ответов не дают. Я Владимирова Татьяна Михайловна ищу своего мужа, который пропал в районе Работина. Предположительно, понедельник, вторник был прилет по блиндажу, где он находился. Вот. Сегодня обратилась к вам. Здравствуйте. Я ищу своего сына, Кузнецова Михаила Юрьевича, 90-го года рождения. 4 октября этого года, 23-го года, он ушел на боевое задание, и с ним сразу прервалась связь. Связи до сих пор нету. Командиры также не дают никакой информации, говорят, что они тоже ничего не знают о нем. У них якобы как-то же связи нету. Поэтому я начала поиски своего сына приблизительно где-то числа с 10-го. Начала писать... Написала письмо в Боткинскую больницу. Потом искала по телефону, пыталась прозванивать телефон, большую базу мне дали. Не знаю, чо у вас поднимается настрій від російської кринджатини так само, как у меня и у моей команды. Але сподіваюся, что сегодня вы еще раз и еще раз захотели сказать Господи, дякую, дякую тобі, что я не москаль. Не забывайте, друзья, по финишу нашего сегодняшнего выпуску обовязково лишать нам вподобайку. Это крайне важливо для поширения цієї зібраної информации. И обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф и лишь все из нами. Бережите себя, бережите Украину. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!